Короче, все, что надо знать про MEX. В начале будут основы, но в середине и в конце будут продвинутые трюки, так что рекомендую посмотреть это видео всем. Итак, MEX расшифровывается как minimum excluded, то есть MEX множество — это минимальное целое неотрицательное число, которого в этом множестве нет. К примеру, MEX множество 1,2,3,4,5 равен нулю, потому что там нет нуля. MEX множество 0,1,2,5,10 равен трем. И MEX пустого множества тоже равен нулю. Несмотря на то, что изначально MEX определяется для множества, его можно искать и для мультимножества, то есть если элементы повторяются, и для массива. Это неважно. Давайте научимся эффективно искать MEX массива. Сначала заметим, что если в множестве N чисел, то MEX этого множества не больше N, потому что если MEX множество равен k, то в этом множестве обязательно есть числа 0, 1, 2 и так далее k-1, то есть размер множества точно не меньше k. Ну и из этого получается, что если размер множества N, то MEX не больше N. Это нам поможет, ведь это значит, что все элементы множества, которые больше N, можно игнорировать, потому что они не влияют на MEX. Теперь сделаем сортировку подсчетом, то есть создадим дополнительный массив размера N плюс 1 с позициями от 0 до N, пройдемся по изначальному массиву, и для всех позиций, которые не больше N, отметим в дополнительном массиве, что соответствующее число есть в нашем множестве. После такого прохода нам нужно просто перебрать позиции в дополнительного массива по возрастанию и найти первое число, которое мы не отметили. Это и будет MEX. Асимптотика получается, конечно, O от N. Теперь научимся быстро поддерживать MEX множество, которое меняется. Пусть у нас есть мультимножество, которое изначально пустое. К нам приходят запросы трех видов. Добавить элемент в мультимножество, удалить элемент из мультимножества и найти MEX этого мультимножества. На все запросы мы будем отвечать за O от Vogue N, где N это суммарное количество запросов. Давайте сохраним map, в котором для каждого элемента будем хранить его количество в нашем мультимножестве. Так как MEX в любой момент времени не больше N, можно было бы хранить и массив, но у нас же асимптотика все равно O от Vogue N, так что это неважно. Кроме этого, давайте хранить множество дополнений, то есть множество всех чисел от 0 до N, которых нет в нашем мультимножестве. Хранить мы его будем в сете. Изначально множество дополнений состоит из всех чисел от 0 до N, потому что наше мультимножество пустое. Потом, если в мультимножество добавляют какой-то элемент, то нужно прибавить в map'е к его количеству единицу и удалить его из множества дополнений, если он там еще был. Вот мы сделали несколько запросов, пусть потом какой-то элемент удаляют из мультимножества. Тогда надо вычесть единицу из количества в мапе, а также если после этого его количество стало равно 0, то это значит, что этот элемент пропал из нашего мультимножества, поэтому его надо добавить обратно в множество дополнений. А операция нахождения MEXа — это просто взятие наименьшего элемента в множестве дополнений. Получили асимптотику O от NLogN на выполнение N запросов. Также этот способ можно применить, даже если мы не знаем заранее, сколько у нас будет запросов. В таком случае мы не можем заранее добавить в множество дополнения все элементы от 0 до N, потому что мы просто не знаем N. Но это не проблема. Давайте изначально добавим в множество дополнения только 0, а также будем поддерживать число K, которое будет означать количество запросов, которые были сделаны к нашей структуре. Тогда в любой момент времени мы будем следить за числами от 0 до K. И так как было сделано K запросов, то MEX обязательно есть среди чисел от 0 до K. Как только к нам пришел запрос, мы его выполняем, а затем увеличиваем K на 1, так как количество запросов стало на 1 больше. Теперь нам надо следить еще за одним новым элементом – K плюс 1. Посмотрим в мапе, присутствует ли это число в нашем мультимножестве, и если не присутствует, то добавим его множество дополнения. И если мы сделали N запросов, то в конце K равно N, поэтому итоговая асимптотика остается равный O от NLogN. Если элементы в множество только добавляются и не удаляются, то задача становится еще проще. Такую задачу можно решать уже за O от единицы на запрос. Давайте хранить массив или unordered map, в котором для каждого элемента будем хранить, есть ли оно в множестве, а также дополнительно будем поддерживать переменную K, которая будет равна MEXу. Тогда изначально K это 0, и если в какой-то момент мы добавили в множество число K, то нужно увеличивать число K на 1, пока оно есть в нашем множестве. Так K будет всегда увеличиваться, и суммарно за N запросов увеличится максимум N раз. Асимптотика решения O от N. Если запросы более сложные, чем просто добавить один элемент в множество, можно поддерживать дерево отрезков вместо сета. К примеру, если в множество может добавляться целый отрезок элементов сразу. Давайте в дереве отрезков считать, что A и T равно 1, если элемент есть в множестве, и A и T равно 0, если элемента нет в множестве. Тогда нам просто нужно уметь находить самый левый 0. Будем поддерживать суммы на поддеревьях, тогда поддерево полное, если сумма элементов на нем равна длине соответствующего отрезка. И тогда спуском по дереву можно будет находить МЕКС. Если вы не знаете, что такое дерево отрезков или спуск по дереву отрезков, то в описании будут материалы. Также иногда удобно поддерживать числа в боре по их бинарной записи. Можно заметить, что в каком-то смысле бор и дерево отрезков это одно и то же. В боре мы можем, правда, менять структуру дерева. К примеру, ксорить все множество с каким-то числом. И все так же хранить сумму на поддереве. Но на самом деле явно ксорить что-то, наверное, не стоит. Давайте хранить отдельно, с чем мы заксорили все элементы в множестве. Если мы ксорим с числом х, а потом еще с числом у, то можно просто заксорить с числом х ксор у. Если мы добавляем множество число а, а множество уже заксорено с числом х, то мы вместо этого добавим множество число а ксор х, чтобы при ксоре с х это было а. И тогда, чтобы найти МЕКС, надо спускаться по дереву, однако иногда у нас дети перепутаны местами. Если в числе х на позиции, соответствующей текущему уровню, стоит единица, то на самом деле левый сын это правый, а правый левый. В принципе, все то же самое можно поддерживать и при помощи дерева отрезков, но иногда все-таки бор бывает удобнее, хотя это и очень похожие вещи. А вот следующий факт, мне кажется, самый полезный, при этом почти никто его не знает. На самом деле, название МЕКС не имеет никакого отношения к меху енотов-полоскунов. В контесте будет задача на этот трюк. Еще есть такая тема, как игры на циклических графах. Если вы ее не знаете, то стоит изучить. Я оставлю в описании ссылку на статью. В этой теории мы говорим, что каждая задача на циклическом графе эквивалентна НИМу с каким-то количеством камней. Давайте назовем это количество НИМовым числом игры. Тогда НИМовое число вершины можно посчитать как МЕКС НИМовых чисел всех ее детей. Это, пожалуй, самое очевидное место, в котором всплывает операция МЕКС. Но это, конечно, не то, что я хотел вам рассказать. А рассказать я вам хочу следующее. Пускай у вас есть игра на графе с Н вершинами и М ребрами. Тогда какие в нем будут максимальные НИМовые числа? Наверное, вы догадываетесь, что они будут точно не больше Н-1, потому что любое число это МЕКС не более чем от Н-1 числа тех чисел, которые находятся в детях текущей вершины. Но это далеко не самая лучшая оценка. На самом деле, все НИМовые числа в игре на графе будут не больше, чем корень из двух М. Почему так? Во-первых, заметим, что если НИМовое число какой-то вершины это А, то у этой вершины исходящая степень не меньше А. Потому что А это МЕКС НИМовых чисел детей, так что среди детей обязаны бы числа 0, 1, 2 и так далее А-1, так что детей не меньше А. Во-вторых, пускай есть вершина В с НИМовым числом К. Тогда, как мы уже поняли, у нее есть дети 0, 1, 2 и так далее К-1. Но ведь у этих вершин тогда исходящие степени не меньше чем 0, 1, 2 и так далее К-1. А еще есть сама вершина В со степенью как минимум К. То есть ребер в графе точно не меньше чем 0, плюс 1, плюс 2, плюс так далее, плюс К, равно К на К плюс 1 пополам, что больше чем К квадрат пополам. Если мы перенесем двойку в другую сторону и возьмем корень из неравенства, то как раз получим, что если есть вершина с НИМовым числом К, то К не больше корней из 2 М, что и требовалось доказать. Такую идею можно применять и в общем случае, не только для графов. Если есть множество, сумма элементов которого не больше С, то МЕКС этого множества не больше корней из 2 С. Теперь перейдем к более продвинутым трюкам. Научимся искать МЕКС на отрезке массива. К сожалению, многие думают, что это можно делать только за Н корней, потому что такую задачу дают как упражнение на алгоритм МО. Но на самом деле, МЕКС на отрезке можно искать за О от Н плюс Кула Ген при помощи дерева отрезков. Делать мы это будем при помощи сканлайна и спуска по дереву. Если вы не знаете этих тем, то эта часть видео вам, наверное, будет непонятна, но при должном энтузиазме вы можете изучить их по ссылкам в описании. Итак, во-первых, как обычно, заметим, что если длина массива Н, то МЕКС любого подотрезка не больше Н, так что нужно отслеживать только числа от 0 до Н. Давайте сделаем новый массив длины Н плюс 1, в котором для каждого числа будем хранить последнюю позицию в исходном массиве, на который это число встречается. Изначально все позиции — это минус 1. Потом пойдем по нашему изначальному массиву сканлайном, постепенно добавляя элементы. Когда мы дошли до числа И, мы можем ответить на все запросы, правая граница которых равна И. Если левая граница запроса — это L, то нам надо просто найти самое маленькое число, у которого последнее вхождение — это позиция меньше L. Это и будет значить, что это число не встречается на отрезке. Для того, чтобы такое искать, можно просто построить на дополнительном массиве деревоотрезков на минимум и делать спуск по этому дереву. После того, как мы обработали все запросы для позиции И, нужно обновить, что число АИТа теперь последний раз встречалось на позиции И, и пойти дальше. Очевидно, что это будет работать за OATON плюс QLOGEN. Заметим, что это решение оффлайновое, то есть нам надо заранее знать все запросы. Однако, как и с любым другим сканлайном с деревом отрезков, такое решение можно сделать онлайновым. Для этого надо просто использовать персистентное дерево отрезков. Однако, если у нас есть еще запросы изменения массива, то тут, насколько я знаю, дерево отрезков нам уже помочь не может. Если я ошибаюсь, напишите в комментарии. Если есть изменения, то я умею решать эту задачу только трехмерным алгоритмом MO за OATON в степени 5 третьих. Это то же самое, что обычный алгоритм MO, но кроме левой и правой границ у нас есть еще переменное время. И теперь у нас размер блока это не корень, а n в степени 2 трети. И мы для двух переменных, которые находятся внутри своих блоков, двигаем оставшуюся последовательно вперед. Более подробно можете прочитать об этом алгоритме в разборе одной из задач контеста. Ссылка будет в описании. На этом все, но я уверен, что я что-то упустил и забыл, так что приглашаю вас в комментарии поделиться своими трюками и идеями о том, что еще нужно знать про MEX. В описании, как обычно, будет ссылка на контест, в котором можно порешать задачи. Также можете посмотреть другие мои видео, если вы их еще не видели. После этого видео я возьму перерыв больше, чем на 2 недели, потому что я хочу, во-первых, перевести старое видео на английский, а во-вторых, следующая тема, которую я хочу затронуть, очень обширная и сложная, поэтому дайте мне время, я вернусь к вам где-то в апрель. Спасибо за просмотр, всем пока!